люкс fm представляет почему ты близко не подпускаешь к себе людей некоторые имеют доступ к телу ты знаешь какие ходят сейчас слухи а тебе у вас отношения с леной кредит остановись я не буду на это отвечать даже не копай в ту сторону дим да но сразу тебя сегодня день рождения мы снимаем ребята в день рождения нашего гостя почему-то согласился свой день рождения почему-то судьи рождения согласился давать интервью да мне пришло что дата я помню что мы переносили тоже поэтому выпала эта дата ну и хорошо где у меня есть подарок от люкс и фансове для тебя пакет пакет спасибо а фирменный пакет можно смотреть конечно конечно ты можешь посмотреть и это надолго внутри пустота ой да не ври ты господи ладно ладно спасибо включая настрии горит это что от нади дорофеева переда это подарок от нади дорофеев как и как день рождения то празднуешь всегда по-разному вспоминал кстати об этом на днях очень часто с музыкой то ли съемки то ли я работаю на студии я пытаюсь как-то заполнить этот день всегда музыкально не ряд два года уже не пью вообще хорошее начало интервита да вообще не пью а почему просто решил я бросал курить я очень долго курил ну как долго лет пять просто у меня такая зависимость началась немножко сумасшедшая я ехал домой если мне было пачки сигарет я с ума сходил паника да паника была еще вы курил по две пачки в день две это все покушал покурил записал песни все время мне начинало это сводить с ума я начинал понимаешь мне нужно бросать и пробовал переходить на все там другие устройства и так далее в итоге я как-то собрался посмотрел точнее посмотрел 10 минут фильм вот этот алана кара как бросить курить 10 минут и посмотрел я понял главную фишку основной элемент что главное для себя понять что ты от этого не получаешь удовольствие если ты не покуришь ничего не изменится ты покурил что ты не покурил я начинал начал как-то пробовать это применить у меня получилось потихонечку но единственное что очень сложно в первое время было у тебя появляется ощущение большого количества свободного времени да ты не знаешь зачем занять паузы между делами сто процентов и это очень сильно напрягало первое время потом супер хорошо с алкоголем тогда как это тоже какая-то была зависимость да нет у меня никогда не было алкогольной зависимости просто я решил в какой-то момент что нужно что-то поменять и все это чисто для себя челлендж чисто для себя челлендж да а как праздновать день рождения тогда без вот этого то есть ты за празднование вот пышное веселое или все таки ты как человек у которого немного друзей и немного людей в близком окружении ты человек такой который празднует лучше там два-три человека дома камерная интересно откуда ты знаешь сколько у меня друзей ты предполагаешь тогда но во всяком случае так говорят да да мне очень близки и дороги мои друзья близки их действительно немного кто-то самого детства что очень приятно и мне действительно приятнее праздновать в очень близком тесном кругу теплым но мне приятно принимать поздравления в instagram и так далее в социальных сетях всегда с удовольствием люди сумасшедшие вещи делают коллажи видео картины рисуют это сюда что это никогда не пробовал отключить телефон на свой день рождения и уехать куда-то не взять на заграницу нет вообще прикольная тема когда ты не постишь про свой день рождения тебя не поздравляют в принципе ну да практически так всегда бывает я вчера решил просто перед сном 23-59 выложить фотографию 31 подписать а сегодня утром просто проснуться сходу и сфотографировать себя вот так как есть ну ладно я чуть почесался и на и выложить 30 что уже 32 и люди все постройки на вчерашнюю фотографии ауди день рождения поздравляю нет я не пробовал на дендрик отключать телефон но я вообще пробовал без телефона не жить когда он поломался я очень не спешил его чинить и почувствовал огромное счастье удовольствие радость это как и с сигаретами сначала сходишь с ума потом я принял с ума я всем близким людям разослал что и как телефон поломался если вы меня хотите найти находите вот так почтовыми голубями и все классно свобода ни от чего не зависишь не зависишь от социальных сетей этих ужасных так google купил apple купил ага netflix купил и тесла купил так вроде вроде ничего не забыл ну что мои мировые бренды встречайте своего нового акционера а дядя слава умненький теперь знает как купить акции мировых брендов без процентов а все благодаря инновационному счету libertex портфолио мобильном приложении forex club libertex здесь все просто безопасно и с нулевой комиссии а начать можно с 10 долларов владельцы счета libertex портфолио смогут инвестировать в технологический автомобильный промышленный медицинский развлекательный и пищевой сектора это позволит создавать разнообразный инвестиционный портфель сводящий к минимуму риски а до 31 декабря этого года за торговлю без комиссии вы можете получить еще и крутой подарок от forex club это акции apple starbucks или например тесла все детали в описании видео блиц танцы зеркама или фабрика звезд у щит что было раньше надо ответить что тебе ближе все-таки по душе что мне ближе по душе о май гад но сейчас конечно танцы сейчас самбо или вальс самбу мне не удалось танцевать вальс пусть будет вальс медленный вальс мы танцевали и он был прекрасен рок или поп интересно наверное я выберу рок учитывая что его сейчас так много в современном попе пусть будет рок гитара или фоно сложно сказать в детстве меня отдала мама на фоно за что я очень благодарен я закончил музыкальную школу и это прям база сумасшедшая и вообще сейчас гитара но вообще инструмент как такой наверное самый прекрасный базовый который просто можно взять один аккорд и раствориться это фоно сто процентов кухар или яма ухты это по каким критериям мы оцениваем кто ближе или что я не знаю кто тебе больше нравится как кто как член как профессионал я не сдну дошли жюри окей как человек я не знаком как человек ни с одним ни с другим близко к сожалению да и не могу выбрать как его не могу спортом сладом мы работали кстати было круто мы работали номер у него офигенно рабочая этика или как это называется он приходил репетировал дольше всех еще на жюри три или четыре дня он был с нами потел сделал сальто в итоге вначале увидел у него был шок я делаю сальто да ты делаешь сальто и он это сделал за это уважаю страсть или любовь одно без другого невозможно а лена калиденко или фил калиденко одно без другого невозможно один без другого усы или пресс усы боже пресс это такое на сцене юбка или брюки о фак вообще торс голый голый торс на собаки или кошки собаки футбол или баскетбол баскетбол сто процентов сумасшедшие поклонницы или одна единственная девушка очень странный выбор одно с другим как-то не стыкуется бургер или бутерброд с колбасой бургер но без лука без лука без лука почему просто без лук то есть это давно дабл чист без лука бургер без лук откладывать деньги в гривне или в долларах да и так это хорошо как говорит нам как гласит история лучше иметь это это секс без обязательств или по большой любви только по большой любви блондинки или брюнетки суть и не меняет можно покрасить худышки ли в теле суть и не меняет все меняется понимаешь что худышечка может быть нет ну не я все-таки за в теле есть google запрос к 1 дима да просто к 1 дим к 1 дима и ты родился в днепропетровске тебе как запомнился этот город во первых он мне запомнился еще днепропетровском не днепром я на самом деле очень слабо знаю днепр эти так скажу киев я знаю намного лучше потому что я жил в разных районах наверное не могу сказать что во всех но был во всех районах точно в днепре мне запомнился больше понятно свой дворик музыкальная школа в которой я ходил рядышком 31 школа в которой я провел огромное количество времени на улице играя в баскетбол разбивая себе колени и так далее немножечко центр потому что мы там гуляли и дорога в школу потому что жили мы крайне бедно и я помню что проезд стоил 15 копеек в одну сторону на троллейбусе по моему данный троллейбусе мама давала 15 копеек то есть можно было либо туда пойти пешком и обратно проехать либо договориться с кондуктором и за полцены мотнуться туда-сюда либо ходить пешком и откладывать а как вот в такой ситуации финансово до семейной играть баскетбол это же все-таки мяч это все кроссовки нет это тусовка это улица это все доступно или в движухе эти для этого ничего не надо это как играть футбол в туфлях зимой вообще если ты хочешь ты это сделаешь а именно тусовка баскетбольная в днепре была развита то что я сам с львова у нас во львове особо в баскетбол не играли все-таки это был больше футбич я слабо верится я думаю везде играет баскетбол нет просто эта школа была рядышком был офигенный корт на улице но на то время достаточно неплохой асфальтированный и я потом в техникуме вписался в баскетбольную тусовку мне дико понравилось баскетбол вытянул меня в росте и искривил мне ноги потому что не мама очень смешно прислала фотографии когда учился в техникуме она говорит ты помнишь тебя вообще ровненькие ножки были у меня ножички колесом колеса а были а были ровные то есть баскет это было очень доступно и я помню очень точно я хотел на то время супер популярное движение было называлось and one может ты знаешь точно уличная движуха это ребята которые в штатах которые делали сумасшедшие трюки финты с мячами это было супер популярно одно время мы все хотели делать эти финты смотрели на кассетах пытались разобрать и у них была серия баскетбольных кроссовок супер крутые по дизайну нереальные они стоили 500 гривен это просто был космос как вы да и я помню что мама мне подарила эти кроссовки за 500 гривен и у меня просто счастья не было предела я был самым просто крутым чуваком который приходил на тренировку этих кроссов я тоже рос в небогатой семье и когда у меня появлялись крутые вещи это не часто было там или дорогие вещи я их практически не носил то что мне было страшно что они испортятся и же осталось такая штука сейчас да у меня тоже но это вот наверно какой-то комплекс из детства когда боишься что-то одевать и лучше ты будешь носить что-то 300 раз и но новенькое у тебя будет висеть меня тоже сделано осталось до сих пор вещи дарит я бывает так одену чуть примерю не сегодня отложу это реально из детства почему ты близко не подпускаешь к себе людей почему некоторые имеют доступ к телу есть аля открытость у человека а есть вот даже сегодня в интервью мы с тобой не знакомы до этого были там близко мы просто где-то виделись и при каждом моем вопросе ты очень внимательно смотришь мне в глаза и считываешь у меня я вообще я тебе честно скажу я небольшой любитель интервью когда есть возможность их не давать их не даю тысячи миллионов вопросов у меня к самому себе я за десять лет в карьере так и не научился так и не научился их давать что ли я не знаю у меня все время ощущение что кто-то пытается залезть внутрь и знаешь как вот есть дом который ты охраняешь да кто-то пытается залезть внутрь а зачем плюс ко всему очень много в жизни было таких ситуаций когда я вообще чувствую от интервьюера что ему это вообще не интересно ему это не надо это когда не диалог а просто вопрос следующий вопрос такого было в жизни много наверное тоже отпечаталась ну как то так но все-таки а почему ты людей близко не подпускаешь к себе я не могу сказать что я близко не подпускаю я держу дистанцию мне нравится дистанция мне нравится дистанция в рабочих отношениях очень потому что тоже много раз было в жизни когда начинается понебратство какое-то она всегда разрушает так или иначе рано или поздно все но когда ты работа в работе ты миша да да безусловно то есть когда по-любому ты все нас ну сдруживаешься с людьми и так далее все равно общаетесь близко но все равно должно быть определенное уважение какая-то там градации и так далее без этого никуда и мне так комфортно почему-то а ты интроверт не знаю что-то среднее ну такого не бывает чтобы средний да ладно чего не бывает от настроения зависит либо в тебе комфортно быть одному и даже там отдыхать одному либо нет иногда комфортно иногда нет я ему скажу я сел один одиночестве заварился и чаек и мне супер классно я всегда так себя хорошо чувствую нет когда мне грустно я могу сесть один заварить чаек выпить его почитать книгу укутаться в плед бывает когда я хочу быть в компании с людьми и делиться общаться да всякое бывает обычный обычный чувак средний статистический когда тебя последний раз придавали ой я вообще-то слова не люблю придавали да никто меня не придавал знаешь просто обычное почему люди становятся более закрытыми потому что начину начинают да часто придавать и человек перестает доверять людям настолько насколько там это делал раньше так ну что значит придавать что мне кто-то принадлежит что-ли в этом мире нет ну нет но образно говоря начали начали говорить о тебе гадости а в лицо а это друг и не 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 я еще раз говорю поэтому я всегда держу дистанцию дистанция дает да много чудо дает дает уважение дает я отдаю о себе информации ровно столько сколько мне комфортно и хотелось бы дать человеку вот и все не перехожу какие-то грани границы которые в итоге в такое не выливаются даже если что-то случается типа такого для меня это не имеет большого значения а сколько времени нужно чтобы стать твоим близким другом и много очень много то есть этот проверенные годами очень большими годами сам проверяю я сам да ну вот каким образом нет я просто понимаешь за людьми нет я просто понимаю со временем комфортно или не комфортно я очень очень остро реагирую на энергетику человека супер остро мне сразу понятно хорошо мне с ним или нет располагает к себе или нет плюс да действительно время играет большую роль сто процентов ты экстремал чуть-чуть наверное насколько ну типа если мне позвонит мой друг режиссер кости гордиенко и скажет мы снимаем клип через два месяца нужно научиться ездить на лошади без седла в открытом поле я скажу окей а что самое экстремальное было тебе в жизни ну вот слушай да я не знаю ну вот тут на лошади трэш конечно супер экстрим был реально научиться у меня был месяц вру у меня был месяц для того чтобы учиться на лошади без седла кататься как-то я нырнул в эту затею мне было интересно натер себе жопу конечно серьезно это было очень больно потому что по неумению по незнанию лошадь с неправильной спиной как тоже имеет значение пошел не сильно лошадь не спринь с неправильной спиной условно говоря у него сильно торчал позвоночник то как на вата дима да во всем получается вот бедная лошадь тяжело себе никого не трогала тут пришел поешка 1 и испортил и 95 килограммовый села такой нет конечно это ну зато я за достижение цели знаешь когда есть какая-то цель вот я помню что мы снимали еще клип например symphony of love давно и была такая идея что нужно было абсолютно голым полностью голым с фридом балет слава богу что они поддержали пробежаться центральным парком киева для кадра но я помню что первый раз конечно я смущался жестко потому что ездили машины ходили люди ну когда это был пятый дубль уже вообще шарик да просто если по и когда понимаешь ради чего когда понимаешь это красиво когда понимаешь это за творчество я соглашаюсь как мальчик который вырос на под радио шансон начал носить панковские прически с чего это начало ну начнем с того что панковскую прическу я носил несколько раз буквально это было в лагере мы просто во первых смешно с радио шансона действительно знаю такое количество песен не играет на репертуар паша послушал шансон всегда и у нас вроде как бы на другую волну не настраивалась радио вроде хотя да хотя не факт но действительно из-за того что мы жили бедно у нас был кассетный магнитофон но кассет не было вообще никаких и первая кассета которая мне попала в руки уже в более позднем возрасте это точно была кассета арии мы фанатели по хард-року создали с парнями хэви-метал группу дворе ну и как-то потихонечку понеслось это было мое первое знакомство с музыкой с возможностью петь как-то себя проявлять но вообще рок и вот этот весь хэви-метал и так далее это люди туда идут в основном для того чтобы это как протест протест против чего-то против изначально до панк-рок это был протест против а у тебя это был протест против чего-то или да какой протест по нет посмотри когда ты и начнешь на третьем сентябре шафутинского за имеющие протест он был в музыке и в текстах в панк-роке и тогда евроки вообще в принципе у меня не было никого протеста мне хотелось играть хэви-метал музыку и все какой протест не против кого не протестовал я работал усердно тяжело для того чтобы заработать на первую гитару на стройке паха овощи без сказки без ничего разбирал здание кувалдой махал чтобы заработать на первую гитарочку вот мой протест это не протест сейчас тебе нравится хэви-метал да мне нравится рок супер мне нравится что он да ладно мне в принципе нравится рок мне нравится рок-н-ролл мне очень нравится блюз вчера мы стоим с басистом писем в туалете в соседних кабинках он говорит спасибо за уточнение он говорит какие у тебя планы на завтра я говорю на интервью еду он говорит о кому я говорю слова плюс он такой о прикольно что-то музыкальное врачи музыкальный ну слава блюз сори немножечко шутки тебе не надоело что очень часто в интервью вот я готовился я читал прям экс-фабрикант участник фабрики звезд фабрика звезд было больше десяти лет назад да а до сих пор помнят и вспоминают эту фабрику звезд а почему вспоминают как ты думаешь что по разным причинам слушай по разным я не знаю сложно сказать может быть да не знаю вот ты зачем вспоминаешь я и вспоминаю в контексте только того что другие это делают но не хочу а фабрики звезд и тебя не это огромная часть моей жизни и я на самом деле благодарен этому периоду супер сильно это всякий интервью тогда говоришь поэтому это правда потому что я совершил сумасшедший шаг переехав киев не будучи даже совершеннолетним еще начал себя узнавать пробовать испытывать это был сумасшедший вызов сумасшедший психологический стресс в чем психологический стресс в том что ты переехал или в самой в самом проекте переезд проект сам накладывает отпечаток сумасшедший на тебя потому что ну во первых это был настоящий лайв проект камеры везде даже в туалете реально это сложно я был не готов жить в доме вообще с другими какими-то людьми непонятно для меня незнакомыми понятно что мы потом подружились короче сложно было можно долго рассказывать это очень сложно ты живешь в аквариуме под наблюдением пытаешься заниматься музыкой при этом еще очень много людей приходит пытается тебя чему-то научить только потом ты становишься благодарен за это поначалу это все вау как страшно короче сложно но при этом телевизионное шоу это не тот наверное не то где можно творчески развиваться нет это то где можно творчески развиваться а как когда тебе редактор или продюсеры постоянно что-то говорят у меня очень много друзей работала в том числе и на фабрике на 1 на 2 на 3 и там где был дом когда редактор марина включает микрофон и говорит не иди туда делай вот это и так далее это уже не имеет отношения к развитию никакого это части вот это то же самое что накладывает отпечаток на тебя это часть лайф-шоу который ты должен быть готов я считаю что люди которые идут на такой проект они просто должны отдавать себе отчет и быть быть готовым если они могут понятно если они с этим сталкивались если нет они столкнутся и поймут что такое шоу она развиваться ты можешь слушать я например 18 лет имел возможность работать с романом григорьевичем виктюком учета у него окей как как это можно назвать неразвитием это сумасшедшее развитие это просто был какой-то удар в лоб вообще знаешь как можно так и и я познакомился с невероятно талантливыми людьми там с которыми я потом работал в будущем это сумасшедший опыт который ты нигде в другом месте вообще не возьмешь тебе никто не мешает развиваться конечно есть условия есть опции это все игра безусловно в которую нужно играть либо не играть не важно на самом деле никто те руки не выкручивает как хочешь так и делай но развиваться тебе никто не мешает в этом твоя стата я не погашая звезда я еще только разгораюсь а почему тогда такой сказал да когда в одном из интервью а почему за 10 лет до сих пор еще не разгорелся я бы хотел все время разгораться постоянно это же двигатель самый лучший учились всегда всегда учиться сюда быть лучше стараться я всегда хочу так и в музыке и в жизни пробовать искать щупать экспериментировать но ты же хочешь подняться на определенную вершину конечно но 10 лет это так немало это мой путь слушай я воспринимаю это так я работаю честно усердно пишу музыку искренне так как чувствую слава богу имею возможность так делать и я за это очень благодарен это супер это мой путь я им горжусь а как ты считаешь это немного для группы принципе форматная группа до назовем так 10 лет и все-таки еще группа не в первом эшелоне артистов слушай но мы не играем там такую прям поп-музыку для того чтобы там быть в первых эшелонах и так далее плюс ко всему еще раз повторюсь мы с самого начала играли музню которая нам дико нравится наш первый альбом был инди инди альбом мы записали так как чувствовали имел ли он успех нет вообще никакого успеха не имел вы сделали для себя мы это сделали конечно для себя для своего развития потому что нам нравится и мы до сих пор сохранили это так ценно за эти 10 лет делать то что чувство ему то что нравится не подстраиваясь под рынок не пытаясь как ты говоришь пробиться в первый эшелон или сделать радийную песню потому что за это время музыка и вообще музыкальные форматы и так далее для ображались постоянно когда еще не было youtube а ты переносишь песню тебе говорят она не формат переделывать и слава богу мы такое никогда не делали я это ценю все кто остались все кто со мной за все это время это вообще великие люди я очень рад и мы на самом деле щупали себя пробовали искали я за это время развился как автор я ведь написал музыку и изначально потом мы встретились с филом организовали группу он начал писать музыку я увидел что вау как интересно как прикольно у него совсем другое видение у него очень богатый и классный музыкальный вкус он серчил музыку в десять раз больше чем я делился со мной и вот так вот пихая друг друга пинками потихонечку мы постоянно пытаемся двигать постоянно пытаемся расти развиваться писать лучше ну что-то получается какие-то песни даже людям нравится но ты говоришь о том что есть цель а какая-то цель тогда если вы пишете музыку для себя который мы прежде всего вам нравится напишу музыку для людей но ту которая нравится нам в первую очередь я считаю что это важно а цель туда какая быть популярными максимально распространить музыку чтобы максимально много людей узнал и конечно мы хотим собрать больше 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 быть популярными без для того чтобы для того чтобы быть популярными до среди масс нужно тогда подстраиваться под этим не нужно для того чтобы они вас полюбили не надо все мои группы которые я люблю они не подстраивались под масса и это норм я очень надеюсь что у нас тоже прорвет и мы бомбанем и станем популярные я очень на это надеюсь через сколько день вообще не важно через сколько не важно главное чтобы с музыкой которую мы любим и которую мы создаем честно неважно мне вообще не интересно подстраиваться это не такое ощущение что ты себя я не знаю как это объяснить обманываешь что ли ты как будто бы что-то другую шубу на себя одеваешь я хочу выходить на сцену излучать энергию в людей которую чувствую вот это моя музыка и меня дико колбасит от нее потому что мне она нравится я люблю и создаю ее снова на сцене с людьми которых я люблю ему все вот это вот синергия ты был на концертах у нас к сожалению вы мне не приглашали а у меня не было денег на билет нормальная отмазка сходи хоть раз ты секси вол кого чего есть вообще понятие еще такое сексиму конечно да я дону я себя так не позиционирую как сексиму но было бы очень странно голые торсы другое говорят самое смешное знать что было лет десять назад выходил журнал не помню какой по моему и был календарь выходил календарь секс символами и там были все мировые звезды и был типа джар атлета потом не знаю кто то еще джек джилленд холл и я на третьем месте это было весело вот так я отношусь к секс символам и себя в числе их но при этом ты на сцене подчеркиваешь какие-то там свое тело и в танце в том числе это прям было подчеркнуто это заведомо продумано да я кайфую от этого мне очень удобно в этом я за время работы на сцене научился научился вообще быть на сцене быть свободным понимаешь что такое плохо хорошо выработал вкус определенный мне это нравится я могу выйти спокойно то раньше я такого не сделал бы сейчас я могу выйти спокойно топ лиц и чувствовать себя мега уверенно и это мне даст буст это знаешь как когда на артиста одеваешь правильный костюм и он себя чувствует офигенно круто не обязательно на артиста можно даже на человека просто обычного жизни у меня также сама я дивану я я могу торс голый оставить выйти на сцену и просто развалить потому что я чувствую так а какая доля самовлюбленности у тебя самовлюбленность да мой поверь минус минус 50 самовлюбленно или подожди это уверенность себе самовлюбленности нет когда в жизни не был самовлюбленность я максимально вообще скромный парень уверенности слава богу становится больше хотелось бы чтобы я была еще больше оберенно я не хвоста процентов сложно сказать потому что я все время в к себе вопросительно отношусь занимаюсь этим ужасным самокопанием и прочим то есть те кто занимается конкретно самобичевание я не могу сказать что я этим конкретно занимаюсь было бы странно и не нужно но я постоянно анализирую потому что считаю что это двигатель прогресса нужно анализировать развиваться так же как эти вначале в интервью сказал что я на протяжении 10 10 лет пытаясь перебороть себя чтобы чувствовать в интервью себя комфортно мне кажется что я потихонечку продвигать ну так во всем на какие черты характера еще тебе мешают я ленивый так ленивая жопа вот и подожди на чем тогда так насколько ленивый или него жопа вообще в чем это проявляется вообще ни хрена не делание такое тоже бывает я бывают вообще ничего не делаю очень ленивый это мешает но когда у меня есть цель я вообще горы свернул мне неважно какой сколько времени сколько я спал не спал кушал больной неважно я делаю до конца но бывают такие периоды времени когда очень ленивый и вообще не люблю себя за это очень не люблю был обидчивым уже нет слава богу тоже работаю над собой да хватит пусть будет лень и все а какие положительные качества твоего характера я добрый так как карлсон сложно себя оценивать слушай за доброту кстати людей иногда чуть-чуть другие люди то макаются ну так а шо дела пусть люди людей макают за все не только за доброту я тебя хочу сказать что я добрый и верный этот точно сто процентов верный в дружбе и в отношении всем в этой рубрике ты мне должен соврать как тебя зовут олег чем-то занимаешься я чемпион под ротиком какой-то ориентации северный заигрывал с красивыми телочки это надо соврать елки-палки нет назови имя своего друга гея александра а что тебя может заставить смутиться большая пицца тебе угрожали женщины да был интим с парнем просто мозг что надо говорить да собрать надо она собрать да воровал что-то в магазине нет ах ты а да было ты что вообще а как это а что-то у нас короче было где-то недельку такая тема в технику мне надо было что-то вынести из супермаркета вообще не горжусь этим периодом времени вот из моих что-то меня сникерс да и один раз даже была бутылочка пива ну не горжусь сделал бы музыкальную коллаборацию с винником надо соврать и да и нет почему а вот пусть оставил как-то волосом ты бы спел с винником а что с ним нельзя петь нет тут я просто спрашиваю а я ну как бы рокеры я хотя виник это же рокер да пусть там так облако загадки будет на танцах ивана анафричук сказал о том что был роман с таяной мы так больно на тебя встретить без носков извини что я в центре что-что что больно на тебе смотреть без носков я в носках они просто короче не свяжай с темы ты как относишься к тому чтобы на ты человек который в принципе ведет закрытый образ жизни в плане личного да и здесь на всю страну рассказывает о твоей личной жизни пути сказал что на всю страну рассказывает о моей личной жизни ну подожди ну поговорили о романе слова были а это мои слова были но это были не твои слова ну то есть роман настояна не было но я же говорю это мои слова были или нет я могу тоже сейчас выйти сказать администратору здесь скажу у славы плюс роман с кем-то и что то есть романа не было нет романа не было а отношения хотя какие-то конечно отношения были дружеские однозначно потому что мы вместе принимали участие на евровидении а зачем тогда тогда эту информацию там и ванне говорить в эфире для для поддержания образа для чего не не знаю не имею понятия ни малейшего ну ладно или на коллега коллега одна из продюсеров шоу танцы со звездами не продюсер она креативно неважно но она занимается в принципе вот она креативный там как зины и продюсер ну вот один из одна из продюсеров значит и она в том числе крутится во всем том что будет в кадре кадры как будут выглядеть не в кадре на паркете и они это сто процентов обсуждают и неужели она не знала о том что могут такую информацию сказать тем более по твоим словам неправдивую во-первых тысяч ошибаешься она имела имеет отношение к тому что происходит на паркете к разработке номеров и так далее и тому подобное люди которые отвечают за дневники за истории и так далее это совершенно другой отряд людей на котором эти которые этим занимаются и я даже не знаю если она все контролировала это был вообще какой-то взрыв мозга нет она отвечает за креативную часть они вообще никто не знал что это будет произнесено в эфире я тоже не знал как после этого относился к тем кто такое придумывает это вообще в реакции в эфире ну вот она была вот такая то есть я пофигу слушай но вообще мне удивительно что ты это спрашиваешь что мне кажется все очевидно даже комментировать не стоит я спрашиваю для того чтобы людям показать тебя как человека который а б ц да то есть которому например который достаточно закрыт не подпускает людей близко а потому что да который там не самовлюблен но при этом он там и бошит по полной и когда ему это надо шоу создается же из под разных углов скажем так есть творческая часть а есть вот часть дневников истории и так далее я же тебе говорю я когда вышел на паркет увидел что вот меня пришла поддержать таян и это ну хорошо здорово ок все почему ты скрываешь личную жизнь ой нужно должно что-то остаться для меня хотя бы вот ты сейчас у меня все спрашиваешь эти не все отвечаешь эти не все отвечаю вообще только минут 10 назад расслабился эти честно скажу я вообще не сторонник мне не очень нравится когда люди говорят о личной жизни выкладывают личную жизнь самого самого попадания в шоу-бизнес я вообще не фанат этого я считаю что ну я так для себя решила я творческая личность я рассказываю много о себе очень много больше чем мне бы хотелось у меня должно остаться хотя бы немножко для себя это личная жизнь я не хочу чтоб там копались не хочу чтобы они ничего знали это мое я тебе скажу что человек как который со стороны читал твое интервью и смотрел твое интервью не так уж много ты рассказываешь о себе в основном в интервью ты говоришь плюс-минус одними и теми же фразами одни и те же истории ты ничего не меняется в жизни не ну то есть минимально даешь информацию о себе да вот как со стороны да да то есть по большому счету ты не не открыт вот так что я вам сейчас расскажу моя миссия там рассказать и донести какую-то полезную информацию возможно возьмите за мной и повторите и сделайте вот например а курение да и а алкоголя это на самом деле полезно потому что люди возможно захотят последовать твоему примеру а ты человек публичный ты можешь нести определенную миссию также и в семье по большому счету ведь можно же рассказать о семье не там упоминаю постель а рассказать о семейных ценностях да вот для тебя какие семейные ценности чем это поможет людям ну возможно кому-то спасет даже семью да нет сомневаюсь давай так ты ревнивый вот давай начнем ты ревнивый нет был да нет сейчас нет был да был да сейчас нет обычно ревнивые люди это те которые в себе неуверенны да приобрел уверенность уверенность мудрость да вообще в принципе понял что люди друг другу не принадлежат тоже важно я не могу забрать человека забрать его время желание общаться с друзьями людьми и так далее а сколько взяли ли самые длинные отношения остановись я не буду на это отвечать даже не копай эту сторону так это было уже даже не пропай туда даже ты знаешь какие ходят сейчас слухи давай говорили что-то или традиционной ориентации потом это все ушло ты не знал об этом нет и не знал хорошо это интересно сейчас ходят слухи о том что у вас отношения с леной калиденко ой так это давние слухи это еще раньше чем нетрадиционная ориентация эти слухи я знаю что из этого правда из этого ничего не правда у вас не было никогда отношений с нет а знаешь почему ходят слухи ну конечно потому что она женщина продюсер нашего коллектива это первое второе фил всегда на втором месте всегда не вижу логики а ну то есть соответственно если продюсер выпячивает одного артиста из группы они своего собственного сына это уже приводит слуха да нет это вообще какая-то странная логическая параллель абсолютно но изначально просто мы начинали работать с леной и был сольный проект к одной просто сольный проект фил затем присоединялся как музыкант и только через время он начал развиваться точнее не начал развиваться а приобрел еще и статус или как это сказать фронт мэна номер два не знаю как сказать это случилось со временем так же как и название группы к 1 спрашивают почему почему ну да потому креативно потому что как часто вы с филом ссоритесь на фоне музыки по поводу песен сейчас не часто ссоримся уже сейчас какая-то мудрость появилась мне кажется объясню самого начала как было в начале мы точно ревниво относились ревностно сто процентов по моим ощущениям друг другу я помню точно первый момент когда мы работали над треком его начал петь фил студийной записи так я помню что точно психанул выбежал из студии сто процентов это почему потому что он лучше тебе спел или хуже почему он спел круто и тебя это за дело но я типа что уже не один по его той группе а то есть фил обычно пел бэки здесь у него была прям лид-партия куплет припев он с ней справился очень круто и я типа был шокирован я был не готов на тот момент это принять вот например я считаю что это конечно детский сад но так это было мне нужно было перестроиться сто процентов затем сколько времени а понадобилось что перри и на это на это пошло много времени на самом деле первый это был что это был наверное это был второй альбом наверное группа к 1 вот но это настолько ценное время я научился понимать и научился принимать видеть другую точку зрения у меня была такая тема что когда ты пишешь песню работаешь все равно есть любимая партия например написал гитарную партию ты приходишь на студию тебе говорит сам продюсер все круто кроме этой партии на полное говно и ты что как этого залет чувак ты ничего не понимаешь и у меня было такое тысячу раз я научился за это время не прикипать к определенной форме и к своим идеям потому что когда ты работаешь в коллабе например вот как мы с филом понятно что кто-то приносит песню написанную и все равно мы ее потом дорабатываем и она на финальном результате может отличаться а может и не отличаться но все равно я научился принимать другую точку зрения другой взгляд потому что все равно человек со стороны видит лучше чаще всего зачастую это на самом деле еще одна причина почему я например не пишу сам полностью до конца аранжировки потому что мне намного комфортнее когда этим занимается проф а я сижу сбоку и могу полностью контролировать продюсировать и так далее поэтому да мы ссорились много извини мне кажется что мы ну я я точно я учился у фила очень многому потому что у него другой взгляд на музыку он всегда первым приходил приносил хотел пробовать новые идеи сто процентов и я понимаю что я без него вообще бы не смог он двигатель он наверное двигатель моего развития сто процентов я у него очень многому научился и писать музыку в том числе потому что очень много песен было написано именно таким образом что фил приносил песню а очень красивая я такой я побежал писать сто процентов я помню так было например с песней ведь чего я очень долго не показывал потом мы начали работать над песней фила я так бегу писать работать раз песня появилась а когда последний раз срач был вами такой жесткий нет срача у нас никогда не было потому что мы друг друга дико уважаем нереально просто нас не бывает срача вы никогда так прям не ругались в хлам нет конечно нет потому что мы уважаем друг друга сильно очень сильно я это на самом деле тоже очень сильно ценю срача не было мы обычно ссоримся безмолвно знаешь это когда просто вот чувствуется напряжение между людьми так мы себе не позволим никогда друг на друга повысить голос либо посраться жестко но есть безмолвное напряжение которое дает о себе знать это понятно это чувствуется но на самом деле подожди как его снимать от напряжения то есть вы расходитесь по разным комнатам нет конечно проходит время там несколько репетиций потом как-то это все то есть вы не обсуждаете аля конфликты вот там например ты говоришь я чувствую что какое-то напряжение течет мне нравится выскажи а я выскажу свое не это зрение не такое бывает но крайне редко обычно мы мудро-мудро молчим решение приходит само собой я помню я принес песню disco girl на студию вот так смешно мне был крутой куплет у меня не было припева я вот долго не мог написать просто долго и мне уже ехать нас я специально забил студию не ехать на студию я должен сделать это я должен написать его я за 15 минут до поездки на студию сижу курю на подоконнике есть идея пошел быстро записал кстати проблема моих демок всегда в том что они могли бы звучать лучше чем они звучат да и я прихожу записываю и такие все ну фил и антон карский наш sound продюсер с которым мы тоже работаем ранжировщик да все круто и фил такой ну чё-то как-то припев только немножко что он как-то не доделан вот я тебе просто чтобы понять какой толчок что-то вот первая часть прикольно 2 есть вопросы долги хорошо пошел напел да вот тут же в студию напел первый куп первую часть оставил вторую часть изменил слышу да дипа это жирно все она вот так мы работаем фил это тот человек который может быть свидетелем тебя на свадьбе если у меня будет свадьба туда то есть он уже близкий друг очень ты что мы с на трогательное мы делаем на день рождения друг другу какие-то знаешь коллажи в инста обычно это всегда фотографии которые никто никогда не видел какой-то треш жесткий спишь в поезде или еще боксом занимаешься и я помню что фил выкладывал точно по моему прошло день рождения я аж слезу пустил мы столько с ним прошли просто невероятно от сумасшедших пустых залов и пол как мы приехали играть в одессу было пять человек включая бармена до солдаутов мы прошли это все вместе я это невероятно ценю я считаю его другом настоящим не только музыкальным но и по жизни потому что он всегда рядом мы были на танцах он всегда был рядом он участвовали в шоу потому что он делал оранжи и пел тоже либо не участвовал всегда рядом и я помню что одну неделю его не было и я прям почувствовал пустоту и так очень очень не хватает это настолько ценно когда ты чувствуешь рядом людей которые с тобой за меня лайкал сексуальные фотки девчонок сети до комплексовал из-за своей внешности до делал что-то такое в прошлом из-за которого сейчас стыдно миллион одно из них что воровал я тебе уже рассказывал да тебе предлагали секс за деньги не а ты предлагал не облизывал пальцы после еды обязательно ел еду коровками будет рискана на вкус кислое спасибо если что на всякий случай выступал для неприятной публики как странно назвать публику неприятной ну для публики которая к тебе не очень расположена да доводил сам себя до оргазма конечно был роман с кем-то из шоу-бизнеса до оргазма нет занимал недавно деньги ой давно не занимал был секс в туалете не пробовал собачий корм нет но в детстве просто мечтал об этом вообще я хочу сказать когда ты заходишь в детстве в зоомагазину тут и кости так пахли просто можно было снова после божьей коровки дим вообще еще один google запрос к 1 танцы зеркана ты откровенно если не ошибаюсь да ты говорил о том что танцы тебе нужны для пиара до сто процентов ты получил этот пиар хотелось бы больше насколько были ожидания и реальность слушая я хочу так сказать что вообще танцы реально была моя мечта сумасшедшая я каждый ну не каждый но много сезона все смотрел реально сидел как это знаешь диванный критик с друзьями карты а это уж так смогу а это уж так смогу при этом говорил в интервью что телек не смотришь телек ну конечно я не смотрю телек потому что у меня танцы но и танцы потому что у меня его нет и когда мы собираемся с друзьями конечно мы можем посмотреть или собирались мы иногда чисто для того чтобы посмотреть танцы со звездами но телека у меня нету то есть 30-летние мужики до садятся или профессия так значит танцы зерканы да это профессия офигеть это интересно так потому что это искусство иногда там сумасшедшие крутые номера я всеми мечта мне было интересно смогу или нет значит почему никогда в жизни не танцевал профессионально никак но каждый раз когда были танцевальные постановки с фридомом тоже симфонии когда мы снимали у нас был танец кусочек импровизационные я всегда чувствовал что что-то есть внутри но есть во мне танец я чувствую свое тело я себя всегда называл в шутку самым пластичным человеком на земле так мне кажется и до сих пор и плюс ко всему я понимал что это тоже для меня сумасшедший вызов правда я не понимал тогда куда я ныряю что это будут за нагрузки а это же чего это будет стоить да хотя мне тоже я помню что мама говорила слушай там все ломаются все кто там все интервью которые рассмотрела все все зерки яки потолевать и не ухаживать что там души складно колени летят все летят но мне хотелось я я сильно горел просто невероятно сильно ты не представляешь насколько ну давай так все-таки ожидание реальность насколько отличается до сильно отличается по ожидания они очень облачные мыльные ты их вообще не понимаешь мыльный пузырь ты понимаешь что это танцы со звездами вас будут учить танцевать всего спасибо это в принципе все ожидают ожидаешь что это будет продолжительно ожидаешь в реальности ну это невероятная сложность конечно это днями и ночами я бы хотел конечно судно проекте еще и психолог работал сто процентов потому что психологически это супер тяжело и сложно ты начинаешь уставать тяжело давай так если когда ты когда принял решение прийти на танцы со звездами ты какой месяц был потому что там стартовали они с конца августа для того чтобы хотя более раньше кастинги были раньше чем август кастинги я проходил кастинг а ты прям проходил кастинг конечно то есть не то что тебе позвонили сказали здрасте мы бы хотели что именно вы участвовали мы бы хотели но придите на кастинг офигеть а какой танцевальный кастинг то есть ты приходишь и показываешь как ты умеешь танцевать да конечно был танцевальный кастинг смотрели снимали должен повторить танцевальный кусок потом должен был импровизировать я прям ух и как твоя импровизация да офигенно я люблю импровизировать мне главное чтобы я музыку чувствовал понимаешь то есть это было где-то в июле да или это было летом я просто понимаю что научиться танцевать там за полтора месяца едва это это мега сложно импульс был и сколько вы тренировались но мы начали чуть-чуть раньше тренироваться потому что подготовка начинается немножечко раньше и я начинал готовиться с маши колоссовый и затем лена позвонила сказал что нужно прийти с другой девочкой попробовать это была алина которой мы в итоге стали в пару ну вот собственно все а как тебе человеку который долго подпускает к себе людей так резко пустить в свою жизнь партнершу сложно было очень сложно скажу тебе честно я на самом деле почувствовал что мне с алиной комфортно на кастинге уже на кастинге ну вот когда она так условно потому что ну ты сразу в пару с человеком стану я сейчас с тобой в пару стану мне будет понятно хорошо мне с тобой или нет доверяешь что мне или нет я стал мне было комфортно было сразу танцевальный кусочек мы танцевали контемп достаточно близкий тесный мне было за другое сложно понимаешь когда ты сам не умеешь танцевать а ты мужчина в паре мужчина ведет вот это сложно понимаешь потому что тут танец хорошо получился надо хорошо вести я плюс ко всему еще к тому времени очень сильно похудел я за год последний перед танцами и я знаешь как шучу все короче на танцах похудели да а я походил до танцев я всех опередил я похудел на 11 килограмм офигеть да но еще и на танцах скинул не на танцах слава богу чуть набрал мышечной массы а именно мышечную да я не мог поднять девочку то есть ли ну я не мог поднять было так стыдно просто ты не понимаешь поддержка самая простая ты должен просто поднять прокрутить и поставить и у меня не получалось этого сделать танцы ты такая какая-то вообще глобальная штука они так можно долго говорить начнем с того что чтобы ты понимал три месяца или там три с половиной этот проект длился это целая жизнь я вообще ни о чем другом больше не думал кроме как от анзов я тебе скажу честно музыки было крайне мало я ехал в тачке слушал музыку и у меня первая мысль знаешь какая была какой-то стиль ну типа для чего это подойдет для посадобля или для румбы я всегда есть я что дело я ныряю очень глубоко когда у нас была аргентинская танго я пересмотрел тысячу пар я нашел для себя две любимые которые мне нравятся и выслал их как как пример то есть я нырнул супер глубоко но я такое удовольствие получил потому что ты постоянно творишь это супер важно для творческого человека ты просто каждую неделю креативишь не всегда это получалось так как тебе хотелось но у меня была возможность создавать и это так затягивает это настолько кайфово смотреть творишь однозначно творишь сто процентов но не подкашивают ли вот эти истории о которой мы вспоминали ранее да нет когда приду и там продюсеры придумывают не были лица для того чтобы поднять рейтинг своего что было непросто я понимаю что это шоу я понимаю для чего это делается я понимаю что это я понимал что это будет и слава богу его было не в таком количестве насколько я думал и я считаю что все очень достойно получилось я с огромным уважением отношусь ко всем кто делает это их работа они так видят окей хорошо понятно что мы приняли условия этой игры мы в ней играем слушай но для меня на первом месте всегда было был танец мне хотелось научиться мне хотелось это сделать я мы просто я не знаю просиживали в залах по 8 часов по 10 часов в день самое сложное потому что когда ты уже набрал обороты и ты в принципе неплохо идешь не хочется сдаваться не хочется чтобы следующий танец был слабее прошлого до начинаешь вкалывать в 10 тысяч раз больше и вот это сложно когда нету времени пошло всегда ставилась за два дня примерно у тебя есть два дня ну короче самое жесткое о чем я жалею это что нервишки иногда подшаливали и иногда себе можешь не самым лучшим образом вести особенно с близкими людьми вот это самое самое дурацкое но ты понимаешь ругался с родными да нет близкими с тем с кем работал вот но это понимаешь это производная усталость и конечно если подобный опыт моей жизни был такого сумасшедшего поезда на котором ты едешь мне кажется было бы легче с этим справляться с эмоциональной точки зрения потому что бывало что заигрывался очень сильно а ты вовремя вылетел или еще было что показать я вылетел мы вылетели нет мы не вылетели мы ушли красиво я считаю я хотел в танце я хотел уйти на пике очень хотел уйти на пике я считаю что у нас это получилось офигенно креативно не похоже ни на кого не стандартно было еще что показать быть дальше ты понимаешь в чем прикол когда мы готовили первые несколько эфиров мы их имели возможность готовить немножечко с запозданием или как-то сказать у нас немножко оставалось времени запасом да то есть мы готовили на неделю вперед это давало возможность почувствовать прожить найти какие-то фишечки быть расслабленным и так далее вот этого конечно начиная с третьего эфира мне точно не хватало сто процентов потому что началась спешка и надо было мне кажется что победить знаешь я думаю мне кажется победить самые выносливые мы записываем это интервью уже еще перед тем как пройдет финал дим твой прогноз кто победит понятия не имею спасибо дим лучший старался для тебя вова заводюк мне в интервью рассказывал о том что разные артисты попадают на танцы со звездами на разных условиях кто-то бесплатно кто-то кому-то платит гонорар кто-то даже платит за то чтобы участвовать в этом шоу я считаю что я не буду отвечать на этот вопрос это не очень корректно на каких условиях ты мне не скажу тебе я на условиях танца вот серьезно я тебе не хочу говорить потому что я считаю что это некорректно просто хорошо окей а как ты считаешь правильно когда человек убивает свое время в таком шоу где он занят 6 дней в неделю по 8-10 часов бесплатно но он же идет туда зачем-то он хочет что получить но не всегда он это получает окей пиар например там хочет получить пиар но он не получает достойного пиара жить а ну так и ну и что у тебя никто туда за уши не тянет ты хочешь участвовать пожалуйста участвуй это то что мы говорили с тобой развитие явно пример воспринимает период времени как сумасшедшее развитие я много чего научился не только танцевать даже давать интервью потому что я его давал постоянно каждую неделю для меня это было проще стало проще со временем я для себя воспринимаю этот период времени как сумасшедшее развитие я бы его снова же нигде не получил это колоссальный опыт а пришел бы еще остальное производное зачем его никогда второй раз не будет нет зачем что какой второй раз танцы со звездами это все-таки шоу о танцах или о людях к сожалению наверное а может и не к сожалению не знаем мы проводили какую-то аналогию что словил себя на мысли что мне скучно говорить о танцах мы так долго говорим и но это только тема один из трех часов эфира танцы 20 минут это ответ на твой вопрос и мне на самом деле ссори мне на самом деле всегда не хватало я когда смотрю такие шоу мне очень нравится когда члены жюри рассказывают о специфике о танце тем самым учат людей чему-то новому мне бы хотелось еще такой элемент добавить в то шоу было бы мега круто потому что не просто слушать как было хорошо или как было плохо а всегда прикольно когда чуть-чуть дают тебе больше информации для того чтобы улыбился ты в это чтобы узнал что такое чуча чаш такой нью-йорк что такое файв степ там пик я даже знаю понимаешь это всегда кайфово элементы танцев и еще больше появились твоих выступлениях теперь а последнее выступление я не знаю когда это выйдет мы сделал мы сделали фит следили и сделали танцевальную постановку просто сходу сразу за два за две ночи станет ворвется мою жизнь еще больше этот проект тебе помог и твоему проекту к 1 помог да немного помог и нужно немного немного да хотелось бы чтобы больше людей узнала про музыку к 1 и про еще больше но это сложный процесс ничего страшного по крупиночкам по частичкам я для себя вынес много нового еще раз говорю для меня этот проект был дико полезен я благодарен что меня в него взяли что я в нем был я имел возможность работать творить еще раз дышать этим для меня это мега важно я это ощутил когда вылетел по шея реально расстроился я понял что мне этого будет не хватать и группа к 1 для граница теперь после этого например смотри ты например понял как работает вот такое шоу и как работает как воспринимают массы например тебя возможно это поменяется твое видение в творчестве для того чтобы не знаю а бой еще больше на массы выйти я не могу я не умею на массы влиять не знаю как это делать если бы я знал я бы писал эту музыку которая влияет на массы очень хорошо к сожалению я не знаю формула успеха и формула хита и не могу этого рассчитать повлияет ли это на меня возможно появятся ли новые танцевальные ритмы в музыке к 1 возможно я не отрицаю я чувствую точно очень сильный голод по музыке сумасшедший потому что все это время я музыкой практически не занимался эту неделю которая свободная я каждый день музицировал записывал барабаны записывали демки работал на студии и так далее потому что я сильно проголодался очень я надеюсь что это даст именно классный такой креативный boost сто процентов через 10 лет группа к 1 будет существовать пока ты я не знаю как ты спросил ты меня 10 лет назад спросил будет ли существовать группа к 1 через 10 лет я бы тебе тоже не ответил ты бы хотел или все-таки может быть сольное что-то я не хочу так далеко вообще заглядывать мне комфортно там в том где я сейчас нахожусь мне комфортно в группе к 1 и мне комфортно с такой сумасшедшей поддержкой и тылом и вообще мне нравится слово группа очень дим странно или нормально хотеть поехать на евровидение нормально скрывать отношения от публики нормально часто думать о сексе нормально шлепать девчонок по копе нормально верить приметы нормально жалея кстати извини такой вообще стал суеверный сумасшедшим благодаря танцам я тебе расскажу фишку я ходил в туалет только в третью кабинку всегда однажды на одном эфире я терраска 1 я верю что она мне приносит удачу однажды на одном эфире видимо кому-то либо плохо стало я не знаю кто-то там проглотил веревку и она была знала это час я час мог сходить туалет хотя все кабинки были свободны понимаешь или и кстати по одной и лестнице было по которой я только спускался и по которой я только поднимался и было 2 это правая от кухни лево поближайшие я всегда спускался и по дальней я всегда поднимался только так и никак иначе какой кошмар хорошо странно или нормально жалеть денег на себя нормально пытаться постоянно стать лучше в чем-либо нормально хотеть зарабатывать больше денег нормально напиваться в одиночку нормально заниматься сексом с фанаткой странно прощать измены нормально завидовать кому-то из шоу-бизнеса нормально нормально повторять на деле что-то из видео для взрослых нормально делать депиляцию мужчине не получается правда делать депиляцию мужчине нормально странно или нормально выходить на сцену под градусом очень странно ходить на свидание за деньги что такое бывает ну да ходить гей-клубы для тебя а для меня конкретно ну я не был вообще нормально не был никогда крутить романы с несколькими девушками сразу странно врать о прошлом нормально читать тайком чужие эсэмаз тайком чужие эсэмаз да на дима ты вроде серьезный мужчина как так можно грызть ногти странно или нормально я так долго грызть очень долго а сейчас а потом увидел что ли брон джеймс тоже грызет ногти это давно еще было и увидел что это так противно и перестал аминь ребят конце выпуска подарок от к 1 дим 3 прилагательных о том чего здесь в пакете нету так ну в общем этот подарок сюда не поместился значит он больше прилагательное больше никакой нет нет я просто украинский учил я короче жидкая кисло-сладкая хорошо кисло-сладкая ну наверно так кисло-сладкая жидкая кисло-сладкая подсказывай вредная